Ваше внешнее пространство является вашим продолжением и неким материальным воплощением того, что происходит в вашем внутреннем мире. Давайте поговорим о том, как вы можете взаимодействовать с внешним миром и при этом влиять на свой внутренний мир и помочь себе идти к своим целям. Здравствуйте! Если вы здесь впервые, я приветствую вас в нашей виртуальной кофейне. А если вы частый гость, то мне крайне приятно, что вы снова зашли на чашечку кофе со смыслом. И сегодня мы поговорим с вами о вашем внешнем пространстве. Проще говоря, о вашем доме, о том, что вас окружает на вашем рабочем месте, в вашей машине, там, где вы проводите время. Кто-то из вас прямо сейчас проходит программу «Осознанная трансформация жизни. Первая ступень». Сразу скажу, если вдруг вас заинтересовало это интересное название, эта программа абсолютно бесплатная и где-нибудь поблизости или на моем сайте, вы найдете обязательно на нее ссылку и сможете ее пройти совместно со всеми или индивидуально. Это уже как получится и как повезет. На сегодняшней наша тема будет как раз-таки о вашем внешнем пространстве, о вашем жилище, о том, где вы проводите время. И глядя на то, как вы организуете свое пространство и как вы к нему относитесь, вы можете сделать много важных открытий и выводов. Например, человек, который в своем собственном доме регулярно смотрит, натыкается на то, что ему не нравится, не там стоит, не нужно, мешает, но ничего с этим не делает, то один в один точно так он обращается с собой. В своей жизни он не избавляется от людей, даже от обязанностей, от ненужных мыслей, которые ему раздражают, ему мешают, не являются его. Понимаете? То есть вы можете, наблюдая за тем, как вы себя чувствуете в своем пространстве, примерно понять, как вы обычно чувствуете себя в этом мире. Например, бардак вокруг является результатом бардака и хаоса внутри. И кому-то, особенно творческим людям, хаос нужен для того, чтобы творить. Но этот же самый хаос в голове, который помогает творчеству, мешает эффективному функционированию в жизни или двигаться четко, целенаправленно к поставленным целям и вообще понимать свои цели. Я уверена, вы замечали за собой, когда в вас что-то происходит, вы определенным образом ведете себя в своем пространстве. Например, кому-то свойственно в тот момент, когда что-то непонятно или тяжело, начать убираться. Когда есть эмоциональные перерывания, начать стирать, чистить, гладить. У кого-то наоборот. Когда плохо, человек начинает опускать руки и запускать свое пространство. И в таком поведении вы заметите, как человек обычно обращается с собой в трудный момент. Он либо пытается все поставить на полочке и хоть как-то себе помочь и вырулить, первый вариант, либо он скатывается, эмоционально скатывается в бессилие, в самоедство и запускает. То есть, от слова «запущение», запускает ситуацию, оставляет ее идти на самотек. Наблюдаете за собой, как вы себя ведете в разных ситуациях, в разном эмоциональном состоянии. Делайте выводы. И еще очень важный момент. Вы можете использовать свое внешнее пространство, свой дом, свой рабочий стол для того, чтобы поменять то, что происходит в вашей голове. Перенаправить в прямом смысле стрелки происходящего. событий туда, куда вам нужно. И сейчас я озвучу очень сильный и очень действенный метод, как вы можете помочь себе, как вы можете решить проблемы, буквально убрать препятствия на своем пути или расставить все по полочкам в своей голове. Во-первых, обратите внимание на то, что вам сейчас не нравится. Это не разобранная коробка, это старая вещь, которую вы хотели выбросить или отдать, но она все еще стоит в этом углу. Это раздражающая вас картина, это старое полотенце. Посмотрите, что вам не нравится, что вы хотели бы поменять. И то, что вы уже сейчас можете изменить, передвинуть, выбросить, отдать, переставить местами, постирать, починить — сделайте это сейчас. Таким образом вы дадите сигнал, что вы берете контроль в свои руки, вы начинаете сами определять, что останется, что уйдет, что для вас, что не для вас, чему вы позволите вам мешать, а что вы уберете со своего пути, со своей дороги. И, например, у человека что-то дома стоит лишнее, что-то мешает. Убирая это с дороги или избавляясь от этого, он может сказать, выкидывая этот старый ненужный стул, я избавляюсь от всего, что мне сейчас мешает. Освобождая эти ящики и эти шкафы, я освобождаю место для нового. Я перемываю эти стаканы, и прямо сейчас в моей голове все становится кристально чистым и понятным. Когда вы что-то делаете, проговаривайте то, что вы делаете. Я сейчас освобождаю этот шкаф, я сейчас раскладываю все по полочкам, я сейчас выбираю то, что мне нужно, и выбрасываю то, что мне не нужно. Проговаривайте то, что вы делаете. И сразу за этой фразой, буквально как прицепляя вагончик, скажите то, что вы хотели бы изменить на тонком уровне или в вашей жизни. Здесь срабатывает удивительная вещь, буквально как заклинание, инкантация. Вы что-то делаете, ваше сознание с этим соглашается, вы же моете чашки, вы же убираете свой шкаф, вы же расставляете все на места на полке. И следующая мысль, которую вы запускаете, это мысль, которая пройдет буквально незамеченная без фейс-контроля, ваше бессознательное. И в моей жизни все становится на свои места. Каждый раз услышите меня, когда вы работаете со своим пространством, что-то в нем меняется, улучшается, о нем заботитесь — это ваша возможность сделать что-то еще, что-то на тонком уровне. Уже сама по себе работа с пространством для его улучшения и приведения в нужный для вас вид дают результаты. Но когда вы еще добавляете осознанное понимание, что прямо сейчас вы делаете что-то на физическом уровне, и что-то на тонком уровне меняется — не упускайте эту возможность. Убираясь, подметая, моя полы, проговаривайте. Прямо сейчас убираю свою комнату, расставляю все на свои места и расставляю на места все, что для меня важно в моей жизни. Прямо сейчас, когда я мою это окно, передо мной открывается чистый вид, и я вижу намного дальше, чем я когда-либо видел. В эти мгновения вы без преувеличения становитесь шаманом, который, взаимодействуя с миром физическим, параллельно признает существование мира тонкого и осознанно намеренно с ним взаимодействует. Попробуйте. И уж, пожалуйста, не удивляйтесь, когда вы увидите, что ситуации начинают решаться буквально в мгновении волшебной палочки. Потому что внутри себя вы приняли это решение, и на физическом уровне вы подтвердили действиями то, что вы говорите. Итак, простая формула. Когда вы что-то делаете в своем пространстве, улучшая его, очищая его, вы, делая это, озвучиваете то, что вы делаете, проговариваете. И сразу, следом, вы говорите то, что вы хотели бы изменить на тонком плане. Какие перемены вы хотели бы, что вы хотели бы передать той другой стороне, чтобы она вам помогла, чтобы что-то организовалось для вас и даже за вас. Обращайте внимание на то, насколько вам комфортно в вашем доме, насколько вам приятно сесть за ваше рабочее место, прийти в свой офис, насколько вам приятно находиться в своей машине. Если вас что-то не устраивает, если вам что-то мешает, если что-то вы можете улучшить, почистить, починить, сделайте это. А если вы к этому еще добавите соприкосновения, и осознанное взаимодействие с миром тонким, то вы станете свидетелем очень необычных вещей, чего я вам искренне желаю. И давайте не будем откладывать и сразу перейдем к осознанности и выработке этой осознанности. Представьте свою квартиру, в которой вы сейчас живете, а если вы дома, то посмотрите вокруг и задайте себе такой вопрос. Устраивает ли вас то, как вы организовали свое пространство? Внимание, я сейчас не говорю о дороговизне вещей, о новизне вещей. Я говорю о том, насколько вам нравится, как вы обустроили это пространство. Вещи, которые в нем находятся. В должном ли они состоянии? Чистые, исправные, аккуратные. Есть ли то, что вам не нравится, есть ли то, что вам однозначно мешает, есть ли то, что вам кто-то отдал, а вы этого не хотели, но оно тут стоит и мешает вам? Обратите внимание на свое пространство и напишите свои выводы ниже. И еще. Результаты однозначно говорят громче любых слов. Поэтому, я надеюсь, вы попробуете то, о чем мы сегодня говорили. И, несмотря на простоту этого подхода, этой методики, вы увидите просто удивительные результаты. И придете через неделю на нашу с вами встречу за чашечкой кофе уже с результатами и с пониманием, что это работает. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok